Привет! Мы начинаем обсуждать конкретные темы, связанные с лакокрасочными материалами, и в этом выпуске мы затронем такой важный аспект, как коррозия металлов. Здесь мы, собственно, с вами и разберемся, как антикоррозионная краска появилась на свет и как она работает. Еще раз повторюсь, что я не претендую на академическую грамотность всего, что я буду говорить, я всего лишь хочу сложные вещи объяснить вам максимально простым языком. То состояние металла, которое мы привыкли с вами наблюдать в нашей жизни в виде цельного куска с явно выраженным металлическим блеском, это, скажем так, абсолютно нестандартное и нестабильное его состояние. Базовый металл обладает большим потенциалом вернуться в его первоначальное состояние, в котором его и добывают в виде руды. С появлением массового производства металла перед человечеством стала задача, как же защитить этот металл от коррозии и как препятствовать его возврату в первоначальное состояние. Люди быстро поняли, что скорость разрушения металла напрямую зависит от влияния окружающей среды. По сути, главными катализаторами коррозии являются вода, кислород и другие примеси, которые находятся в воздухе. И самый простой способ защиты металла – это элементарное его физическое ограждение от окружающей среды. И по сути, надо просто создать барьер между металлом и окружающей средой. Такой метод и стал называться «барьерная защита металла от коррозии». Самым простым и дешевым методом ограждения стало нанесение органических смол на металлические изделия. Хотя данный метод и показал достаточно эффективный результат, ученые искали более совершенные и эффективные методы защиты металла от коррозии. И однажды учеными было обнаружено, если металл находится в прямом соприкосновении с другим более активным металлом, то сначала корродирует этот активный металл, а потом уже корродирует металл, который мы хотели защитить. И те, кто помнят из курса физики или химии, у нас там была такая табличка активности металлов. Более активные металлы слева, а пассивные справа. Получается так. Если мы хотим защитить железо, то нам надо плотно присоединить к нему кусок любого более активного металла. Одним из самых дешевых и доступных металлов является цинк и алюминий. В итоге железо не начнет корродировать до тех пор, пока полностью не скорродирует цинк, алюминий или любой другой более активный металл. Кстати, такие примеры защиты существуют и по сей день. Называются они катодный метод защиты от коррозии. Сегодня существует целая отрасль горячее цинкование. Это когда железные металлоконструкции погружают в большие ванны, наполненные жидким цинком. Жидкий цинк полностью оболакивает эти металлоконструкции и придает им защиту. Например, почти все опоры ЛЭП защищены именно таким способом. И по сути это значит, что пока цинк не скорродирует на этих металлоконструкциях, железо не начнет свою коррозию. У этого метода есть существенные недостатки. Во-первых, это дорого. Во-вторых, мы на выходе получаем просто унылый серый цвет металлоконструкции. Именно поэтому люди стали искать способ объединить высокую защиту от коррозии, простоту и удобство нанесения материала на поверхность, высокодекоративный внешний вид. И вот тут на помощь нам пришла наша краска. По сути, краска объединяет в себе вот те методы защиты, про которые мы с вами уже говорили, барьерную и катодную. Поэтому краска должна состоять из следующих элементов. Первое. Смола. Она определяет все основные эксплуатационные характеристики лакокрасочного материала. В том числе она влияет и на адгезию. Что такое адгезия, простыми словами? Это способность материала прилипать к какой-либо поверхности. Второе. Частицы активных металлов, которые осуществляют основную функцию защиты от коррозии. Пигменты. Они, собственно, и придают различные цвета лакокрасочному покрытию. Они могут быть красные, зеленые, желтые, синие, любые. Четвертое. Различные функциональные добавки. По сути, эти добавки определяют такие уже тонкие свойства краски, как эластичность, твердость, устойчивость к ультрафиолету, степень блеска и так далее. Пятое. Растворитель. Он, по сути, нужен только для одной задачи. Это перемешать все вышесказанное в одну однородную смесь, для того, чтобы ее можно было удобно перенести на металл. Надо отдельно отметить, что растворитель полностью испарится в процессе высыхания лакокрасочного материала. И на поверхности останется только сухой остаток. Об этом термине мы будем с вами отдельно и много говорить в последующих выпусках, потому что этот термин является очень принципиальным в выборе качественного лакокрасочного материала. На сегодня это все. И в следующем выпуске мы поговорим с вами о том, как правильно выбирать хороший лакокрасочный материал. До встречи!